всем привет друзья с вами саша белл макс и этот урок у нас посвящается тому то что как программировать roblox studio чтобы что-то дать ему движение и так далее я постараюсь рассказать очень много но за один урок это точно не получится ну давайте же начнем да и не забудьте подписаться на канал поставьте лайк и надеюсь вы подписаны а мы начинаем так для начала мы допустим должны взять вот сюда подвинем спаун мы создадим парт положим его тут он стоит отлично дальше вот тут есть плюсик вот его нажимаем и тут если в основном верху нету скрипт то пишите скрипт дальше обычно все удаляется с нуля чтобы было пусто и давайте же начнем так первое я хочу сказать допустим нам нужно чтобы цвет изменялся в парту есть вот тут колы видите и давайте-ка мы этот парт изменим позже скажу зачем и давайте же мы хотим изменить цвет чтобы изменился то сейчас он у нас белый как видим так и тут надо поставить мы пишем гейм дальше в какой папке он находится workspace можно верхней стрелкой нажимать потом enter дальше обжиг дальше мы ставим колор равно колор 3 . нею и вот тут увидел эту кнопку нажимаем на нее и выбираем теперь чтобы сохранять теперь чтобы сохранить надо закрыть скрипт готово теперь смотрите он белый нажимаю play и он теперь красный да но это происходит мгновенно а мы хотим чтобы он через время стал таким иначе мы закрываем и тут скрипте вставим новый параметр называется white скобку только открываем и он уже ставится закрытую и допустим через секунду и даже 2 секунды вот смотрите через 2 секунды он активировался дальше мы можем сделать так чтобы еще через 2 секунды становился другой цвет нажимаем и допустим желтый запускаем то есть если тут включать play то он тоже сохраняется и вот отлично и дальше допустим вот мы смотрим нажимаем сюда на объект и смотрим то есть идут есть всякие параметры допустим я не знаю он чертнутый или конколайд можно изменить он может быть проходить насквозь мы можем брать тень у него здесь написать можем изменить материал вот допустим изменим материал и тут главное когда выбирать материал нужно в кавычках ставьте одну кавычку и ставится автоматически и тут уже внутри пишем название материал то есть мы сейчас посмотрим материал вот допустим он будет кирпичный брик если написал без ошибки здесь так че то у нас не так что то он завис ладно запускаю снова вот нажму на эту кнопку красный желтый теперь материал кирпич все работает дальше мы допустим люди делают для оптимизации игры то есть она может у вас слагать делают оптимизацию вот допустим через 2 секунды пишем скрипт то есть мы относимся сейчас к скрипту двоеточие это чтобы сделать какое-то действие и тут destroy и скрипт удаляется но это мы сделаем в последнюю очередь поэтому пока что это не нужно дальше бывает так то что вот допустим у вас есть это будет допустим мы создадим еще один парт вот и положим и вот это это парт в этом и его проблема что у нас таких партов много что же надо делать мы нажмем плюс скрипт и тут мы пишем то есть пишем скрипт наша точка parent то есть когда мы выбираем то есть parent это родители то есть отступить назад дальше мы сейчас находимся в парт то есть в родители скрипта и мы допустим изменим его цвет или что а мы его сделаем изменим прозрачность трэнсити равно 0.5 и смотрите он стал полупрозрачным мгновенно то есть смотрите вот где этот парт вот это вот вот это парт он сейчас то есть полупрозрачный прозрачный вот прозрачный это через скрипт вы так можете написать то есть допустим гейм скрипт вы можете тут все написать что вот есть вот тут то есть мы приходим в голове это изменение позиции сделан допустим white 3 скрипт . parent то есть parent наш родитель и вот у нас есть тут трансформ позиция давайте же мы изменим позицию и сразу позицию модели невозможно изменить позицию равно вектор 3 . а дальше пишем координаты вот допустим он сейчас находится по этим координатам скопируем это цифры а хотя она одинаковая и вот допустим он должен телепортироваться вот сюда дальше мы став короче он телепортироваться на нулевые координаты вот 0 , 0 , 0 и вот а потом white white 2 он вернется на свои координаты скрипт точка родитель то есть parent точка позиция равно вектор 3 точка нее и тут пишем вставляем то что мы тогда скопировали и теперь смотрите он он телепортировался вернулся вернулся обратно нулевые координаты это где то я не знаю где это не знаю где то что не знаю где то что это не знаю где то понять это двери его и так можем было селек теперь смотрите сериапортировался телепортировался туда дальше мы хотим это сделать циклично я допустим тут в конце вайт одну секунду и скрип . . селите равно 0 мы хотим это сделать цикличным мы тут напишем в хайл тут вырезаем вставляем сюда и теперь смотрите так вот остался сюда туда-навроту и так бесконечно так же двигается это потому что я не поставил на него анчет ну вот с этим понятно дальше у нас есть условия давайте-ка для условия мы будем придумаем перемены вот здесь есть несколько перемен вот допустим мы находим в replicates storage нужно плюс и пишем и вот тут мы ищем бувал то можно другие и инвалы валю вот допустим вот так и мы для этого создадим еще один парт вот тут в тут мы создадим еще один скрипт и допустим мы создадим локальную перемену local это обязательно название и допустим это у нас будет не знаю хп ну это не здоровье просто что-то из головы дальше мы прислаиваем и и значение присваиваем ей значение тут всегда это делается через одно равно вообще везде робок студия ну как и обычному объекту парту если колы материал и вот допустим мы ей прислаиваем значение мы можем присвоить значение объекта то есть гейм . объект какой-то мы можем просто допустим тру то есть само значение если она будет не лока она будет а с вами был саша белый макс надеюсь вы подписались на канал поставили лайк ну и всем пока